Что-то оборвалась связь. Сейчас опять выхожу на связь. Я сейчас после салона сделала себе маникюр и педикюр. Почувствовала себя человеком. Хотела еще ресницы сделать, но ресницы только через две недели. Но ничего. Я вместо ресниц сделала тогда педикюр себе. А педикюр оказался еще и сюрпризом. Еще и с массажем спины, ног. Потом вот этой части. Я сидела в таком кресле, которое стоит где-то 5000 евро. Садишься в это кресло. Оно кожаное, удобное. Ножки ложишь в ванну, которая пахнет. Там такая вода шикарная. Шпрудель. Ты меняешь цвет. И начинается у тебя массаж спины. И массаж вот этой части. Все вот так хорошо. Меня промассировали прямо. И этот шпрудель бат для ног. Он как бы массирует тоже ножки вот этими волнами такими. Боже, какая красота. Я села. Я не знала, на чем концентрироваться. На этом массаже или на этих ногах. Или на этом запахе от этой воды. Боже, какой класс. Я счастливая прямо. Я нашла то, что я долго искала. Я могу сейчас летать прямо. Какое это счастье. Девочки. Всегда нужно для себя что-то делать. Это лонзик. Это себя окупает по-русски. Какая красота. Боже, я как на свет возродилась. Почувствовала себя сразу человеком. Все мне отмассировали. Все мне это вот сделали. Потом в конце такой класс. Сейчас я уже заведу машину. Так, что мне надо? Нет, это не надо. Так, чуть-чуть. Так, эту закрою. Сейчас отъедем побежит. Такая длинная машина. Ну, с одной стороны, что ее невозможно объехать. Короче, я как на свет возродилась. А, и у них... Что у них там есть? Вот это вот там, где для ног делают вот эти педикюры. Такое как... Подразделение такое, как... Отдельно... Отдельно так они чуть-чуть там прикрыты. И у них там всякие стоят такие машинки. Я прямо все это обсмотрела. Значит, какой-то вермер. Туда ложишь мокрое полотенце. Он его греет. А потом тебе в конце ложат это на ноги. И так массируют. Боже, какой это класс. Прямо оздоровительный эффект. Велнес прямо. Какой класс. Надо музыку включить. Хотя бы чуть-чуть. Такое солнце. С утра 4 градуса. Всего тепла. Зимние вещи надо одевать. Зато потом... С обеда начиная, когда солнышко выходит. Начинается уже красота. Прямо весна. Я, главное, была там одна. Я думала, куча людей будет. Что и мне надо записаться там на термин. Я позвонила. Во-первых, я случайно узнала, что делаю сейчас уже наконец-то маникюры, ногти. Я приехала с работы, поставила машину и зашла там в Бакерай булочную купить там что-нибудь к чаю. И смотрю, там была маленькая такая студия. Маленькая студия. Она была закрыта все время. Даже в хорошие времена она была закрыта. Тут смотрю, у них эти лампы работают. Там как издалека видно, когда у них на столах лампы. Я думаю, неужели открыта? Прямо так вот заглядываю, сидят. Две женщины делают маникюр. Ну, две клиентки. И девочка там одна работает. Я раньше к ней ходила. А потом что-то она мне не понравилась. Я поменяла салон. Я думаю, ой, какая красота. Значит, мой салон должен быть тоже открыт. Прихожу домой. Сразу звоню. Говорю, можно термин сделать. Он говорит, а когда вы хотите прийти? Я говорю, лучше, конечно, сегодня. Он говорит, ну, приходите. Я говорю, и что, и ресницы можно? Он говорит, нет, ресницы нельзя. Ресницы только через две недели. Ну, ничего, хотя бы маникюр. А потом я туда прихожу, значит, у мальчика я делала этот маникюр. И сидит моя, это, Лаша Стилистин какая-то. Стилист по ресницам. Ой, спортплатинка уже. Стилист по ресницам сидит. Моя девочка, любимая. Я говорю, когда же на ресницы можно приходить? А она делает маникюр там женщине. Она говорит, ну, сейчас, типа, еще рано. Ну, вот через две недели приходите. И она показывает мне, смотрите, у нас, когда мы делаем маникюр, значит, у них стоят такие защитные щитки, как на кассах, магазинах, с окошечком. Значит, они так защищены, и ты только руку в это окошечко просовываешь. И ты сидишь в маске, и они в маске сидят. И так вот делают. Мне, конечно, было в маске неудобно сидеть. Там сколько, час мне там делали ногти. Ну, ничего, можно потерпеть. Это лучше, чем парикмахерской маски. Ну, как бы рукам не мешает, ты себе сидишь. Удобное очень кресло такое кожаное. Я думаю, что же еще сделать? Я уже так настроилась, что я две процедуры себе сделаю. И говорю, она говорит, а вот когда ресницы, близкий контакт, ну, я как бы к вам наклоняюсь, и маски, но они не так защищают. Надо вот это расстояние удерживать. Полтора метра минимум. Я думаю, ну, наверное, и педикюр тоже там, наверное, они не будут делать. Это тоже там как контакт. Ну, и так думаю, ну, спрошу. Я говорю, а педикюр? Она говорит, а педикюр делаем? Я, ой, я тогда хочу сегодня. Она говорит, ну, сделайте сначала маникюр моего мужа, а потом ко мне на педикюр. И такое-то кресло удобное. Это водичка журчит, свет меняет. Тебя массируют. Здесь всю эту часть. Спину, всю поясницу. Я сижу, не знаю, на что обращать внимание. Боже, какая красота. Потом массаж ног. И скраб какой-то американский. Вот такая банка скраба. Он пахнет мятой. Зелененького цвета тебе все это отшелушивают. Какая красота. Боже, я как на свет народилась. Ну, все, сейчас зайду еще в супермаркет. Надо сыну купить там Уно. Он меня заказал. И посмотреть еще там какие-то мелочи. Ну, все, пока.